Вот евреи бродили там 40 лет, а Синайскую пустыню можно ведь пройти за две недели. Чего они 40 лет там делали? А вы не считали, что там делали? Когда они пошли, из 12 человек, которые соглядаты, и каждый был от колена, и только два, Иисус Набин и Халева, ответили, что с нами Бог. Хотя, говорит, нет, не взять. Там стены, там до неба люди и прочее. И Господь за 40 дней ходили, они говорят, за 40 дней каждый день, год обойдется. 40 лет будете ходить по пустыне. А за неверие. А скажите, вот смотрите, такие слова произнес Моисей, когда они из пустыни, вот исход был. Я так считаю, что они 40 лет там были, им просто мозги промывали, старое поколение умерло, новое народилось с промытыми мозгами. И вот им говорит Моисей, идите вы на земли чужие, давайте деньги в рост. А своим в рост не давайте ни зерна, ни хлеба, ни денег. И будете вы богатеть, и будут эти народы строить стены ваши, и будете вы владеть народами этими. Как вы к этому относитесь? А что относитесь, когда все это исполнилось уже? Кто банкиры? Точно. Кому юриспруденция принадлежит? Кому пищать принадлежит? Вот и все. Но не надо по-другому рассуждать. Бытие 12.3. Господь говорит, кто будет проклинать это племя Авраама, будет проклятый. Кто будет благословлять, будет благословлен. В моей жизни такие события, они, моя биография одна, на вас интернет такая. И у меня везде все благословение, полная победа. Почему? Я благословляю это племя. Но это ж племя не благословляет нас. Мы для него бои, а бои это двуногие животные. Правильно. А мы лучше-то и не живем. Которые неверующие. Посмотрите, за время только перестройки в Российской Федерации 120 миллионов абортов. Миллионов. Государство потеряно в женской богине, кровью захлебывается. Сейчас уничтожено в Российской Федерации 71 тысяча сел. Мы с нуля строим деревню. Это потерянная страна. Потерянная страна. У нас в Архангельской области от сел вообще ничего не осталось. Вот все. Я проповедник. Я никогда не солгу. Вот мне говорят, а вы вот говорите, как бы не цените русский народ. Я ценю. Но я писал генеральным секретарям партии письма. В ООН. Патриархам. О том, что они отвечать будут за этот народ, который рассеялся по полям и никому не нужен. У мусульман, если она девушка и выйдет замуж не девушка, ей грозит кордык. А у нас уже в шестом классе ее называют на вторую букву алфавита. Я согласен абсолютно с вами. Так вот, смотрите. Я отвечал студентам в университетах, как преподаватель. На тысячи вопросов. Небольшая часть вопросов сохранились на моем сайте. 4100 до 4. А к собеседнику к вам у меня только один вопрос. Есть ли у вас скайп? Нет. Скайп устанавливают школьники, пятиклассники за 5 минут. Там, где регистрация не счастлив, взоряете Игнатий Лапкин и зайдете на меня. Я все ресурсы в течение трех минут отдаю. И мы там можем встречаться каждый день. Еще раз скайп? Скайп. Слово скайп запишите. Скайп. Я знаю, что такое скайп. Мне просто его нет. Устанавливаю, если надо. Пять минут. Это надо будет. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. С пробелом по-русски. А чтобы вам узнать, кто я, зарядите Википедию Игнатий Лапкин. Вы на сто процентов будете доверять мне. Зарядите. Хорошо. Спасибо. А вы сейчас можете зарядить, посмотреть? Не, у меня же телефон. Я на работе. Ну вот это имейте ввиду. Потом посмотрите Википедии. Моя биография одна на весь мир такая. На сегодня. Я сегодня сейчас прям посмотрю. Ладно, добра вам. Дальше теперь по скайпу придете, дадите звонок. Я все свои ресурсы, терабайты, скидываю вам. У меня три канала. Только на одном канале у меня 13 тысяч своих роликов. 81 миллион просмотров. Я все отдаю даром. Я начальник детского лагеря. Создал детский лагерь. Его директор 45 лет. Без помощи государства. Тысячи детей подняли. Мы строим деревню. Кто думает поселиться, должен доказать, что не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. У нас ни одного аборта, ни одного развода нет. Я не пью, не курю, но иногда матерюсь. Нельзя. Потому что за каждое слово гнилое придется отмечать перед Богом. Посланник Ефесянам, апостол Павел, говорит так. Вот здесь много мусульман. Я с ними беседую прямо. Что написано? Какая сура? Какой аят? Они совершенно не считают. Они не считают. Передо мной прошло в прошлом году 2600 мусульман. И ни один не считал. Я говорю, ты открой пятая суля Аль-Майда. Считай. 168-й аят. Всевышний дал нам, людям, Писание и жил Евангелие, чтобы я по нему поступал. И ваша книга меня одобряет. А моя книга, Библия, говорит, что вам гореть в огне всем. Почему? Галатам 1.8. Если ангел с неба или мы апостол будем говорить не то, что проповедовали, а нафима. Вот почему. Мы православные. И поэтому мы должны ценить это высокое звание. Не смотреть там патриарх, дачи. Не надо завидовать. У меня отец вернулся с фронта. И под Смоленском ему 41-м оторвало. Мама, двоих полкласса нету. А ребятишек, только живых, нас было десятеро. И ни одного больного нету. Мы ни разу не слышали, чтобы мне власти ругали. Ну, может, обстановка такая была. Вот как мы жили. И поэтому у меня что есть, когда вы зайдете в Википедию, увидите, что я там писатель. У меня за 8 с половиной лет 38 томов книг вышло. Каждый том 752 страницы. Книги, не имеющие аналогов в мировой литературе. Как поэт у меня 4 книги. Каждая книга 800 страниц. Каждое стихотворение 36 строчек, 9 куплетов и эпиграф из Библии. Примерно 78 стихотворений поются в интернете, композиторы положили. Это я все отдаю даром. И там будет... Меня заинтересовали, я сейчас посмотрю. Посмотрите, когда зайдете, у меня даже не будет, но я увижу, что звонок дать по скайпу. Я все ресурсы отдаю даром. И там можем встречаться каждый день. Вы можете приходить с друзьями, с товарищами, любые вопросы задавать. Я отвечаю по 5 параметрам. Я стою за кафедрой в университете. В это время поступает записка. Я отвечаю по этой записке, что написано. Например, какое участие приняли русские поэты в подготовке революции. Серьезные вопросы. Я отвечаю... У меня нет Библии. Я отвечаю, это в Библии 77 книг. Какая книга, какая глава, какой стих. С точностью до одной буквы. Дальше. Второй параметр. Что по этому вопросу? Что говорят святые отцы? Это 300 томов. Патрология менее. Третье. Что говорят церковное право? Церковное право это 719 параграфов. Что говорят жития святых? Четвертое. 1173 биографии за 19 столетий. Дмитрий Ростовский. И последнее, пятое. Что говорят 300 поэтов мира за 200 лет? 20 тысяч павелов. Конкретному вопросу. Этого нигде в мире больше нету. А почему? Это Бог такое чудо сотворил. У меня нет гуманитарного образования, нет религиозного. Я технарь. Но я 60 лет у ног Христа сижу. Везде проповедую. И в Америке, и по всей Европе. Вот у меня высшие книги. Библиотеки не могут приобрести. Мы помолились и объявили, кто хочет, помогайте. Мы отправлялись, купили газель, составили команду. И поехали из Барнаула, доехали до Луни-Востока. Вернули, Шемьен открыли, дошли Португалию. Север, Скандинавия, Прибалки, Катурция. 650 библиотек получили от нас полный комплект. А комплект стоит 750 евро. Нам это обошлось 35 миллионов рублей. В Москве у меня библиотеки Ленина, мои книги. В парламентской, в исторической. В Киеве в двух библиотеках. Это Бог делает. Это человеку невозможно. У меня времени не хватало. Я все укорощал себя. На сон уходило 2,5 часа в сутки. И я остался живой. Мне 83 года. Видите, как Бог делает. Добро Бог. Я молился. Ладно, посмотрю потом. Я молился сегодня. Слава Иисусу Христу. Слава Иисусу Христу. Слава Иисусу Христу. Вас не слышно. Слава Иисусу Христу. Продолжение следует...